Здравствуйте! Я Самарев Роман Станиславович, доценка кафедры компьютерной системы и сети МГТУ МиниБауна. Это курс языки интернет-программирования. И на сегодня мы рассмотрим 14-ю лекцию, посвященную технологии веб-сервисов. На сегодня мы рассмотрим исторически, как развивались веб-сервисы, рассмотрим базовые протоколы, рассмотрим, что такое SWAP, REST, DraftQL, а также посмотрим различные средства для работы с веб-сервисами. Прежде всего рассмотрим, что такое архитектура приложений. Программные приложения развивались поступательно. И надо сказать, что изначально базовая архитектура, которая применялась, естественно, это была монолитная архитектура. Помимо монолитной, в рамках которой у нас полностью компоновалось приложение и не полностью запрускалось в оперативной памяти компьютера, появилось дальнейшее развитие модульное, которое позволило хоть какую-то гибкость получить в части компоновки модулей, а также клиент-серверные, многоуровневые распределенные и прочие архитектуры, которых вообще-то в настоящее время очень-очень много. Касаемо монолитных приложений, традиционный пример – это компоновка, ну как на этом слайде проиллюстрировано, это C-программа. То есть компилируются отдельные файлы, эти файлы компилируются в один-единственный исполняемый модуль, собираются в один-единственный исполняемый модуль. В чем проблема? Проблема заключается в том, что если вы как программисты хотите заменить какие-либо функции, то в этом случае вам нужно пересобирать всю полную программу. То есть в данный момент мы даже не рассматриваем то, что эта программа должна быть запущена на каждом компьютере, но вопрос лишь в том, насколько просто или сложно обеспечить необходимые функции и изменить что-либо в этом приложении. В этом приложении без исходных кодов мы изменить ничего не можем. Вариант модульности позволяет сделать следующее. Мы в этом случае можем скомпилировать приложение и можем, если мы используем механизм динамических библиотек, каким-то образом подключить внешние библиотеки, которые живут по сути своей жизнью. Единственное требование, которое у нас вставляется к ним, они должны иметь фиксированный интерфейс. То есть если мы хотим использовать какие-то сторонние библиотеки, и эти библиотеки обеспечивают стабильный интерфейс, то в этом случае замена библиотек на новую версию не приведет к тому, что наша программа перестанет работать. То есть приложение, созданное по такому принципу, оно может работать в том числе и в процессе подмены библиотек, в том числе и развития новых функций в этих библиотеках, исправления ошибок и прочих, и это не будет требовать замены базового ядра программы. Примерно в конце 80-х, начале 90-х компания Microsoft в рамках операционной системы Windows предложила механизм, который они назвали OLE, то есть Object Linking and Embedded. Далее этот механизм был переименован в механизм COM, то есть Component Object Model, ну и, по-моему, до сих пор это название осталось ActiveX. То есть идея заключалась в том, что в рамках операционной системы можно не просто подключать какие-то конкретные библиотеки, а можно сделать так, чтобы использовать функции этих объектов, то есть почему называется Object Linking and Embedded, потому что вы имеете возможность вставить, традиционный пример, внутрь Word документа, фрагмент Excel документа, и если вы нажимаете на этот самый вставленный Excel документ, то у вас активируется соответствующий сервер, который позволяет обслуживать тот объект, который вставлен. То есть в этом случае внутрь документа вставляется соответствующая ссылка, а функция реализуется внешним сервером. Ну, это все, конечно, хорошо, но она работает только на одной машине. Когда возникла необходимость разрабатывать распределенные приложения, придумали механизм, который называется Remote Procedure Call или RPC. То есть этот механизм реализован в очень многих вариантах, по сути является одним из универсальных подходов. Идея его заключается в следующем. Есть основная программа, есть библиотека, причем имеется точка разрыва по сети. Когда вы хотите использовать какую-то функцию в библиотеке, вы вызываете на самом деле не функцию библиотеки, а вы вызываете клиентскую заглушку. Со стороны сервера есть серверная заглушка. Серверная заглушка при получении запроса активирует соответствующие выполнения в библиотеке, в реальной библиотеке, и выдает ответ. А клиентские заглушки нужны для того, чтобы по запросу клиента предоставить для функции, которая выглядит как функция библиотеки, сетевую трансляцию этого запроса на сервер. Механизмы RPC очень часто используются в составе каких-то других технологий. То есть мы имеем большое количество аббревиатур, например, Java, RMI, XML, RPC. Не во всех случаях мы даже имеем слово RPC, как в случае SOAP, CORBO, Distributed Ruby, Microsoft.net-remoting, DECOM, Google Protocol Buffers. Но практически во всех случаях мы имеем вот этот самый механизм. Ремонт просто же Call, которым просто-напросто обеспечивается трансляция в сеть, поиск соответствующего сервера, выполнение этих действий на сервере и возврата результата через сеть. По мере развития технологий. Когда появились дешевые серверы, дешевые персональные компьютеры, возник вопрос, нельзя ли разделить соответствующие программы таким образом, чтобы сервер был отдельно, чтобы удобно было работать с нескольким пользователем с одними и теми же данными. Простейший вариант клиент-серверной архитектуры выглядит как клиенты, которые управляют запросы серверу, причем количество клиентов может быть большое. Многоуровневая клиент-серверная архитектура отличается тем, что уровней промежуточных до сервера может быть много. Когда их создают? Их создают обычно для того, чтобы разделить логику и хранение. Например, промежуточный уровень – это сервер-балансировщик, сервер, который может раскидывать различную логику. Нижний уровень – это серверы, обеспечивающие хранение, проще говоря, с УБД. Это серверы какие-то дополнительные, серверы регистрации, сервисы, в общем-то, для любых других функций. Но с точки зрения клиента, клиенты работают с каким-то одним, на самом деле, промежуточным слоем. То есть количество этих слоев мы можем увеличивать в зависимости от того, какую конкретную архитектуру мы делаем, в зависимости от производительности, надежности, распределенности, то, каким образом это необходимо обеспечить. В общем-то, все дальше зависит уже от нас. По характеру взаимодействий. Механизм RPC – это простейший протокол, в рамках которого мы можем сразу же запросить нужного нам сервера. Механизм RPC – это простейший вариант, в рамках которого мы можем обратиться через соответствующую заглушку к серверу, и сервер нам выдает тут же ответ. Но это вариант синхронного взаимодействия. Синхронное взаимодействие используется в тех случаях, когда у нас есть прямой канал связи. Но синхронное взаимодействие используется не всегда. Есть концепция, которая позволяет работать в асинхронном режиме при помощи, например, механизма очередей сообщений. При помощи механизма очередей сообщений, кстати говоря о протоколах очередей сообщений, протокол очередей сообщений наиболее известный – это MQP, Java Messaging Service и прочие. На самом деле их достаточно много. В чем основная идея? Идея заключается в том, что данные, доставленные, могут быть асинхронны. В случае асинхронном нам нужно обеспечить ожидание этих данных до момента обработки. В асинхронном режиме момент обработки может произойти когда-то в будущем, а может не произойти никогда. То есть простейший вариант работы через очередь заключается в следующем. Есть источник данных, есть потребитель данных. Источник данных отправляет данные, и эти данные накапливаются в очередь. Когда потребитель становится доступным, то есть у потребителя появился доступ к сети, или этот потребитель просто был физически недоступен, потому что был выключен, как только он появился, он имеет возможность прочитать накопленные данные. Ну, простейший жизненный пример – это почта. То есть традиционное асинхронное взаимодействие. Вы можете прочитать почту в любой момент времени, но когда вы имеете физический доступ к этой почте. А, соответственно, для отправителя, неважно, прочитали вы или не прочитали, отправитель отправил эту очередь, и дальше когда-нибудь вы получите. Кроме того, есть режимы подписки и публикации. То есть режим публикации для множественных источников. Он выглядит следующим образом. У нас может быть, например, один потребитель и множество источников данных. Все источники данных отправляют эти заявки или те порции данных, которые они сгенерировали, в общую очередь. И эта общая очередь обрабатывается одним-единственным подписчиком. Когда нужна такая схема? Она нужна тогда, когда нам нужно сконцентрировать обработку. Допустим, у нас есть большое количество источников информации. Ну, традиционный пример – регистрация проезда автомобилей или железнодорожных вагонов, или каких-то контейнеров. Эта система будет распределена. То есть у нас есть большое количество датчиков. А обработчик у нас должен быть один. То есть мы хотим определить, что автомобиль с указанной маркой или с указанным идентификатором проехал указанный путь. Значит, как это сделать? Нужно собрать все сообщения, которые пришли со всех источников данных. Но обработчик централизован. Другой вариант – это традиционная подписка на новости. То есть когда у нас есть один-единственный источник новости, есть большое количество подписчиков. Строго говоря, эти варианты могут быть комбинированы. То есть множество источников данных, множество потребителей данных. И более того, очереди могут быть каскадными. То есть очереди по протоколу IMQP, например, при помощи брокеров очередей, могут быть связаны в цепочке. Эти цепочки могут быть достаточно длинными. Причем очереди могут быть с гарантией хранения, могут быть без гарантии хранения, с оповещением о доставке, без оповещения о доставке. Но общая идея заключается в том, что есть источник данных и есть подписчик. Примерно подобная схема сейчас используется в современных веб-приложениях по каналам WebSockets. То есть возможность для клиентов подписаться на некоторые события, которые отправляются в сервер, с тем, чтобы минимизировать нагрузку на приложение. Если нужно сделать повещение. Традиционный пример, опять же, чат. Когда кто-то написал в чат, если особенно это групповой чат, все пользователи должны получить уведомление о том, что что-то произошло, что они должны перечитать или обновить страничку. Как мы можем сделать? Мы можем заставить пользователей обновлять собственные странички по времени, но с другой стороны мы можем сделать подписку на одно и то же событие. Одной из ранних распределенных архитектур была архитектура CORBA. То есть Common Object Request Broker Architecture. В качестве спецификации она была принята в 91-м году. То есть в это время мы еще не говорили о появлении интернета как такового и не строили веб-приложение. В чем заключается идея CORBA? Идея CORBA, в отличие от традиционного RPC, заключается в том, что у нас появляется возможность разместить целиком объект. То есть не просто сделать некую функцию, которая разрывается по сети и, соответственно, доступна пользователю через транслятор в сеть, а у нас есть некоторый объект, у которого есть набор соответствующих методов. И более того, эта архитектура предполагает, что есть некоторые брокеры, брокеры, которые обеспечивают поиск. То есть идея с множественными брокерами заключается в том, что когда у нас появляется потребность в каком-то объекте, мы обращаемся к брокеру, а брокеры знают о существовании друг друга. Брокеры знают, какие серверы зарегистрированы на этих брокерах. То есть следующая задача заключается в том, чтобы просто перенаправить соответствующий запрос и вернуть результат ответа тому клиенту, который породил этот запрос. То есть почему интересно рассматривать эту архитектуру? Ну потому что это была одна из первых стандартизованных архитектур, которая позволяла построить реально распределенную архитектуру на достаточно серьезном уровне проработки автоматической адресации запросов. Что еще было удобно в технологии CORBA? Технология CORBA базировалась на промежуточном языке описания IDL. То есть была возможность написать спецификацию для интерфейсов на непривязанном конкретному языку программирования промежуточном языке, от которого дальше строились, генерировались соответствующие заглушки. То есть имея такую спецификацию протокола взаимодействия, по сути это те объекты, которые надо реализовать, IDL компилятор генерировал заглушки для клиента, заглушки для сервера. То есть дальше задача программиста была наполнить серверные заглушки и подключить использование клиентских заглушек так, как будто бы он использовал это просто как включаемую библиотеку. Причем в чем было преимущество такого подхода? Вы могли написать IDL без привязки к языку программирования, после чего сгенерируют, например, интерфейс на C++, на Java, на C и какие-либо другие языки программирования, которые были на тот момент. Ну и, к слову сказать, на тот момент основным разработчиком средств CORBA была компания Borwood. Кроме того, эту архитектуру, не эту архитектуру, точнее, можно было собрать результаты от этой компиляции, получить соответствующие модули с тем, чтобы дальше запускать серверные компоненты на брокерах, а клиентские, соответственно, просто подключались к брокеру и имели возможность найти то, что нужно. Видим, что иллюстрация 99-го года. То есть, по сути, технология CORBA крайне маловероятна, что она вам встретится, хотя она может и попасться. Следующим этапом развития CORBA было появление сервисной архитектуры. Почему CORBA умерла как технология? Дело все в том, что она была недостаточно проработана для распределенных, для географически распределенных источников и, соответственно, брокеров. Несмотря на то, что протоколы были в конечном счете разработаны, проблема заключалась в том, что было большое количество производителей. То есть, я уже упомянул компанию Borland, как основной производитель, но было еще множество мелких производителей. И проблема вся в том, что брокеры технологии CORBA были несовместимы друг с другом. То есть, и в это время, в общем-то, одним из двигателей этого процесса убийства технологии CORBA стала компания Microsoft, которая стимулировала переход на сервисно-ориентированную архитектуру. Сервисно-ориентированная архитектура была принята консорциумом W3C. То есть, изначально ориентировались на то, что сервисно-ориентированная архитектура базируется на технологиях, ориентированных на веб. То есть, в рамках W3C. Что такое сервисно-ориентированная архитектура? Это набор вызываемых компонентов, описание интерфейсов, которые могут быть опубликованы и обнаружены. Ну, IBM несколько уточняет под себя. И в этом смысле, говоря о бустерой или сервисно-ориентированной архитектуре, я рекомендую почитать материалы от IBM. По IBM это набор архитектурных принципов, шаблонов, критериев, учитывающих такие характеристики, как модульность, инкапсулированность, слабая связанность, разделение интересов, многократность использования, компонуемость и единственная реализация. С точки зрения архитектуры по W3C, в сервисно-ориентированную архитектуру или СОА входит множество компонентов. То есть, нижние слои данные, унаследованные слои репозитории. Для каких-то дополнительных правил ограничений это службы для мониторинга, для управления оркестровкой процессов, сервисные уровни данных и уровни абстракции от данных. Кроме того, естественно, является необходимым слой безопасности. В рамках СОА есть понятие СОА. Это Simple Object Access Protocol, предложенный как раз компанией Microsoft. Версия 1.1 вышла в 2000 году, и она уже была выпущена консорцией W3C. Ну а рекомендация 1.2 — это 2007 год. Что можно сказать об этом протоколе? Значит, это протокол, который базируется на языке XML. Как я уже говорил, XML в конце 90-х, в начале 2000-х рассматривался как основное средство обмена, основной формат обмена, то есть основной язык, в рамках которого можно передавать любые данные. И именно поэтому язык XML был применен в качестве носителя для протокола СОА. Естественно, базируется это на протоколе HTTP в качестве транспортного. То есть мы можем отправлять данные в виде СОА конвертов, где сформирован соответствующий запрос. Запрос для СОА – это запрос на обращение к какому-либо ресурсу. Что является также важной частью для СОА? Для СОА – для сервисно-ориентированной архитектуры. Значит, архитектура веб-сервисов подразумевает в себя следующий компонент. Что должна быть программная система, разработанная для межмашинного взаимодействия через сеть. Дальше. Интерфейсы должны быть представлены в машиночитаемой форме WSDL. То есть WSDL – это спецификация, и в чем-то ее смысл очень похож на спецификацию IDL, которая была у формы. Взаимодействие по протоколу СОА только в формате XML. И, помимо всего прочего, есть брокер сервисов, который называется UDDI. То есть идея в чем заключается? В том, что если есть сервис-реквестер в данном случае, это тот, кому понадобился доступ к какому-то службе, есть сервис-провайдер, то есть тот, кто предоставляет услугу, значит вопрос, как предоставить услугу. Для того, чтобы предоставить услугу, надо, чтобы о вашей услуге кто-то знал. И для этих целей есть соответствующий словарь UDDI. То есть идея заключается в том, что сервис-провайдер обеспечивает публикацию в ASDL-спецификации на соответствующем словаре. Этот словарь доступен для сервиса-реквестеров, то есть тому, кому нужна услуга. Эта спецификация может быть получена, получена разработчиком, может быть получена автоматическими средствами. Ну и после того, как спецификация получена, спецификация содержит адрес сервис-провайдера. То есть в этом случае мы имеем возможность обратиться к нему через протокол СОА. Ну и UDDI – это Universal Description, Discovery, Integration. По сути, это директория для хранения информации о веб-сервисах. То есть основная идея заключается в том, что любой поставщик услуг имеет возможность в словаре зарегистрироваться, а любой тот, кому потребуются эти услуги, имеет возможность запросить их у словаря и найти соответствующий поставщик услуг с тем, чтобы дальше работать с этой информацией и получить доступ к тем функциям, реализованным на стороне этого сервис-провайдера. В рамках изменения WSDL версий 1 и 2, по сути, здесь было некоторое переосмысление относительно того, к чему привязываться. То есть в первой версии мы привязывались к конкретному сервису, а во второй версии WSDL привязка уже делается к некоему сервису абстрактному. То есть не просто сервису в интернет, а в качестве сервис-провайдера может быть, в общем-то, что угодно. То есть это может быть и веб-сайт, это может быть и почта электронная, и FTP-ресурс, вообще практически что угодно. Ну и кроме того, упаковка в TIFF также потерпела некоторые изменения, то есть в WSDL 2 у нас появился интерфейс как таковой, в рамках которого привязаны определенные операции. И что мы здесь видим? Опять же, здесь сходство с технологией CORBA. CORBA описывала определенные объекты, и здесь мы описываем не объекты, а интерфейсы. Ну, сходство налицо, и в общем-то, в этом смысле спецификация WSDL идеологические потомок IDL, хотя непосредственных пересечений в технологиях нет. Ну и как выглядит WSDL? Выглядит она следующим образом. Естественно, все технологии, базирующиеся, то есть все технологии, которые используются в SOA, это XML. WSDL выглядит примерно следующим образом. То есть это XML-документ, в который он подключается в соответствующий namespace, то есть пространство имен, и дальше описывается конкретно, что идет в качестве запроса, то есть составной тип с последовательностью, указаны конкретные типы данных, с полями, то есть все то, что клиент может опросить у сервера, и респонс, то, что сервер пришлет в качестве ответа. То есть руками, как правило, такие вещи не пишут, для этого есть соответствующие средства автоматизации, визуальные средства, ну или различные генераторы. И на основе WSDL есть возможность генерировать соответствующие заглушки, клиентские, так и серверы. К числу программ, которые позволяют регистрировать и генерировать соответствующие заглушки, относят, например, к GSOAP. GSOAP – это специальная утилита, которая позволяет генерировать заглушки на C или C++. То есть основная идея заключается в том, что у нас есть промежуточное описание в формате WSDL. WSDL может быть использована для генерации вот этих заглушек клиентских и серверов на любом языке практически абсолютную, включая Ruby. Но если вы хотите сделать простенькое серверное приложение, например, то можно вполне использовать GSOAP. GSOAP – это легковесное средство, которое просто-напросто сделает автономный веб-сервер, который вы можете запускать, естественно, водно-поточный, но вы можете запускать в параллель. И на нем сделать простой сервер, реализованный на C или C++. Естественно, вы можете со стороны Ruby как реализовывать протокол SWAP, то есть предоставлять услуги как сервис-провайдер, так и быть клиентом для сервис-провайдера. Но, строго говоря, поскольку мы имеем дело с запросами в формате XML, то есть конверт для SWAP – это ничто иное, как XML. Этот конверт может быть сделан в любом текстовом редакторе или любым средствам, работающим со строками. Следующим важным шагом после появления сервисно-ориентированной архитектуры была Enterprise Service Bus или шина предприятия. На данном слайде я проиллюстрировал один из возможных вариантов шины предприятия. На самом деле их достаточно много. JBoss – просто один из тех продуктов, который доступен в открытых исходных кодах. Есть в том числе и компания MOL Software и множество других ESB-шин, OpenUSB и прочих. А в чем идея? Идея заключается в том, что сервисы должны быть не сами по себе, а сервисы надо каким-то образом обслуживать. То есть помимо того, что сервисы можно связывать со стороны приложения, можно сделать некую шину, которая позволит обеспечить коммуникационный слой между различными сервисами и более того, она сильно упростит написание новых программ. То есть, когда мы говорим о написании в рамках сервисно-ориентированной архитектуры сервиса для шины предприятия, все, что мы должны сделать, мы должны использовать. Один из вариантов интерфейса, который шина предприятия нам предоставляет для прослушивания, мы должны воспользоваться одним из языков для описания, как для JBoss ESB, здесь продемонстрировано, мы можем использовать Java. Картинка эта с архитектурой не самая новая, поэтому мы видим здесь Java Enterprise Edition 5. Но, тем не менее, это не имеет, в общем-то, к архитектуре отношения. То есть, само приложение, логика может быть написано на Java, как JBoss Drolls, Groovy, как один из производных языков от Ruby, прочее. Кроме этого, JBoss B предоставляет прочие сервисные компоненты, у нас есть доступ к различным базам данных, у нас есть центральная часть, собственно, шина, которая предоставляет возможность трансформации данных, маршрутизации под систему управления и безопасности, оповещения о происходящих событиях, регистраторы и соответствующий слой для описания бизнес-логики в формате оркестровки. Ну и словари, естественно, для поиска этих сервисов. То есть, идея заключается в том, что вы можете писать простейшие сервисы, вы можете компоновать из существующих сервисов более сложные сервисы, вы можете использовать языки типа BigPel для того, чтобы скомпоновать логику из простых сервисов в более сложные, эти более сложные сервисы вы можете использовать сами как сервис. То есть идея здесь заключается в том, чтобы минимизировать усилия на разработку новых сервисов, а предоставить возможность компоновки логики из уже существующих сервисов. Причем сервисы могут существовать как в пространстве конкретно этого сервера, обслуживающего ESB, так и существовали где-то в интернете, как отдельные веб-сервисы, как отдельные компоненты, функциональность которых нам нужна. Есть определенные особенности терминологии. Есть понятие хореографии, есть понятие оркестровки. Что такое веб-сервис хореографии? Это описание протокола взаимодействия веб-сервисов между собой. И чаще всего используется язык BPML и нотация DPNM. То есть в одном случае это Business Process Model Language, во втором случае это Business Process Model Notation. Понятие оркестровки это описание внешнего взаимодействия бизнес-процессов в целом. И используется уже здесь подход язык BPML, то есть Business Process Execution Language. Различие между ними, оно достаточно смазанное. То есть в каких случаях мы рассматриваем оркестровку каких хореографий, сказать сложно. Но примеры, которые, термины, которые они здесь взяли, эти термины, они пытаются апеллировать к реальной жизни. То есть оркестровка что такое, если мы делаем какую-то постановку, какого-то спектакля, условно говоря, или какого-то концерта, то оркестровка, это все в целом, ну, прежде всего это рассаживание музыкантов и обеспечение этого процесса в целом. А хореография это то, что дает возможным каждому музыканту знать, что ему надо делать. И применительно к языку BPML, здесь показан пример иллюстрации как раз этого программного продукта через Eclipse SDK, BPML Designer. То есть проект в этом BPML Designer, в рамках которого мы можем описать бизнес-логику для каких-то сервисов. Прежде всего надо отметить, что BPML и BPML это этнографические языки. То есть идея заключается в том, что есть возможность описать высокоуровневую бизнес-логику как некую последовательность, как некую схему передачи данных и вызов соответствующих сервисов. Соответственно, итогом может быть сгенерировано то же самое ESB-приложение, которое может быть с другой стороны с интерфейсом SWAP, и оно в свою очередь может быть интегрировано в сервисно-ориентированную архитектуру, которую мы можем использовать в нашем приложении. Следующим важным шагом в развитии веб-технологии было появление протокола REST. REST это сокращение от Representational State Transfer, и RESTful Web API это по сути веб-апи, которое требует, чтобы, во-первых, базовый URL был следующим видом, то есть у нас есть некий домен, есть некоторый ресурс. RESTful Web API требует, чтобы у нас был базовый URL для этого совершенства, который имеет следующий формат. То есть есть базовый домен, есть какой-то ресурс. То есть идея заключается в том, чтобы описывать взаимодействие в контексте некого ресурса. В качестве обменных форматов данных могут использоваться, ну, естественно, XML, JSON, HTML и вообще что угодно. Строго говоря, REST как протокол это всего лишь рекомендация. То есть нет какого-то единого стандарта в отличие от SWAP, строгой спецификации на REST нет. Это всего лишь рекомендация, как лучше писать приложение. Кроме того, поддерживаются все основные HTTP методы, то есть GET, PUT, POST и DELETE. Интерфейс программного интерфейса является гипертекст-ориентированным, то есть прежде всего на ссылки и на использование в вебе. Кроме того, поддерживаются операции CRUD, то есть CREATE, READ, UPDATE, DELETE. Механизм гораздо более легковесный, чем SWAP, но за счет чего достигается устроенная вот эта легковесность? За счет того, что отключен какой-либо контроль данных. То есть если в SWAP у нас очень четко есть WSDL, у нас очень четко есть схема для XML, у нас крайне строго задуман формат для передачи, и практически все, что у нас есть в WSDL, у нас может быть проверено в автоматическом режиме, то для REST у нас нет никаких ограничений. То есть в зависимости от возможностей того фреймблока, который вы используете, в зависимости от клиентской серверной стороны, от клиентских библиотек, вы будете либо сами писать все проверки, либо ориентироваться на то, что предоставляет вам те ресурсы, те библиотеки, которые вы используете. Но REST, опять же, это хоть и легковесный, хоть и большинство сейчас современных веб-сервисов использует REST, в то же время это гораздо менее безопасный протокол, чем СОА. Что такое REST-фулл-представление? С точки зрения Rails, любой ресурс, рассмотрим ресурс, который называется фотографии, то есть маршрут, который мы должны описать для Rails, будет называться ресурс из фотос, это семь действий и четыре крутых действия. Почему семь действий контроля? Ну, потому что если мы рассматриваем ресурс фотографии, то этот ресурс фотографии должен, во-первых, нам иметь возможность предоставить полный список всех фотографий, то есть действия, индекс. Результатом будет выдан список всех фотографий. Это может быть HTML-представление, JSON, XML или какое-либо другое представление. Если мы хотим создать новый ресурс, новую фотографию, то, говоря о том, что мы ориентированы на конкретного пользователя, на веб, мы должны понимать, что мы не можем создать просто так фотографию, мы должны каким-то образом предоставить возможность пользователю присоединить эту фотографию. То есть ему, как минимум, нужна форма, которая будет отображена на браузере. Форму, в которой он может нажать upload, либо написать какой-то текст, после чего нажать кнопку send. То есть это действие, это действие ничто иное, как имя ресурса new. Обратите внимание, что путь отстраивается от имени ресурса. Create – это активное действие. То есть после того, как форма отображена, и пользователь ввел какие-то параметры или присоединил уже файл, нажал кнопку send – это действие должно быть отработано на сервере, то есть в веб-приложении. Веб-приложение по действию create получает из формы соответствующие параметры и реально создает этот ресурс. Ну и видим, что отправляется это обычно через метод post. Если же мы хотим отобразить какой-то ресурс, причем мы знаем какой. Опять, ключ фотос, то есть имя ресурса, и у этого ресурса есть некий идентификатор. Как правило, это числовой идентификатор. Но действие show, то есть показатель. В этом случае будет отображен ровно один ресурс с ровно одним идентификатором. Если мы хотим отредактировать какой-то ресурс, ну, очевидно, опять, в корень у нас называется имя ресурса, slash идентификатор, slash edit. То есть, что это такое? С точки зрения конечного пользователя, он должен получить какую-то форму с предзаполненными значениями, то есть значениями, которые взяты из текущего значения по этому ресурсу, по ресурсу с идентификатором ID, после чего пользователь сможет поменять эти значения, например, вбить руками и нажать кнопку отправить. Действие, которое мы должны совершить со стороны сервера, называется update. То есть, edit — это просто выдать форму на клиента, а update — это в этом случае запись изменений. Причем мы видим, что ресурс отправляется через HTTP запрос put. Ну, и если мы хотим удалить, то действие destroy, то есть имя ресурса, идентификатор ресурса, действие destroy. В этом случае мы удаляем ресурс полностью. На что следует обратить внимание? Следует обратить внимание на то, что здесь get запрос, здесь put запрос и здесь делить запрос имеет абсолютно одинаковый путь. То есть, как REST различает семантику и что делать? Если мы делаем запрос get, то есть получить, это, естественно, получить содержимое. Если мы делаем put, то это обновление. Если мы делаем delete, то это, очевидно, destroy. То есть, несмотря на то, что имя ресурса одинаковое и слэш ID, путь везде одинаковый в зависимости от того, какой тип запроса, мы соответствующую команду и применяем. Но надо отметить, что несмотря на то, что здесь показано, это REST, в соответствии с концепцией REST, например, ничего не говорится, что нам делать, если мы хотим сделать операцию группового изменения. Допустим, у нас есть потребность оптимизировать операцию, оптимизировать работу сервера, сделать так, чтобы можно было загрузить сразу тысячу фотографий. Значит, если мы будем следовать вот такой рекомендации, мы, значит, тысячу раз будем называть метод put или метод create. И проблема заключается в том, что с точки зрения производительности и с точки зрения нагрузки канала мы имеем очень большие накладные расходы. То есть, в этой схеме у нас нет возможности подоптимизировать и добавить соответствующие команды. Поэтому, говоря откровенно, REST в чистом виде используется лишь в ограниченном количестве случаев. Это хорошо использовать для простых ресурсов, но как только появляются групповые операции, как только появляются дополнительные условия, мы уже отходим от требований RAILS, хотя и придерживаемся схемы вокруг определенного ресурса. Современной альтернативой протоколу REST является протокол GraphQL. То есть, GraphQL что такое? Это язык запросов для API. Принципиальное различие от REST. В REST мы имеем дело с ресурсом. То есть, когда мы хотим писать какую-то новую функцию или Application Programming Интерфейс, то есть, мы хотим писать новый интерфейс, новые функции, доступные программисту, мы должны отстроить вокруг ресурса. В случае, если мы строим это при помощи GraphQL, мы имеем только одну точку входа. Это принципиальное различие. То есть, в случае REST точек входа много, и каждый из них имеет свой путь. В случае GraphQL мы имеем одну единственную точку входа, которую обычно называют GraphQL-карт. GraphQL — это язык, и это, можно уже сказать, технология, которая продвигается компанией Facebook. И, в общем-то, все, что связано с разработкой GraphQL, спецификацией и прочее, все это сейчас модерируется компанией Facebook. Основная идея. Facebook работает с большим количеством информации, с описанием ресурсов типа пользователя, различными связями между пользователями, и надо обеспечить возможность гибкого обращения к информации. То есть, идея заключается в том, что при помощи GraphQL нам не надо каждый раз делать новый REST интерфейс, выделять новый тип ресурса. Мы можем при помощи языка запросов GraphQL, используя единственную точку входа, например, GED GraphQL, или GED User, или еще что-то такое, построить схему получения данных через этот язык запросов. Язык запросов расширяемый, ну и с точки зрения взаимодействия мы используем протоколы HTTP, но в отличие от ресурса REST, обработчиком является одна функция. На самом сайте GraphQL вы можете посмотреть примеры, здесь можем открыть примеры. То есть, примеры, которые я здесь привожу, это не что-то, как примеры с GraphQL. И вот они, более сложные примеры относительно того, что мы можем делать. То есть, запрос на какие-то данные, примеры взяли из звездных войн. В зависимости от того, какой мы делаем запрос, запрос очень похож на JSON запрос, и JSON ответ мы также получаем в ответе. То есть, в настоящее время чаще всего используется REST интерфейс с взаимодействием через JSON. GraphQL в этом случае, он продолжает традицию использования JSON в качестве носителя, в качестве формата обменного, но при этом, при всем, идея в том, что у нас точка входа только одна. И то, что мы должны получить, мы просто-напросто запрашиваем через соответствующие запросы, через соответствующие выражения. Мы видим этот язык. Значит, а как теперь делать обработку со стороны сервера? Ну, данные типизированы. То есть, в отличие от REST, у нас есть четкие ограничения на данных. Есть четкое ограничение на типы данных, на то, что у нас содержится. Ну, например, объект тип project имеет поля name и tagline. И, кроме того, имеет пользователей, которые участвуют в этом. Дальше. Запрос выглядит как функция project с каким-то запросом, который здесь указан. И результат, который получается, выглядит как JSON запрос, JSON ответ. Что делает программист? Задача программиста определить структуру данных и определить реализацию вот этих функций. То есть, идея GraphQL заключается в том, что вместо того, чтобы писать новый REST интерфейс, новую точку входа, мы можем просто-напросто описать новую функцию, которая позволит дальше делать запрос. Так, где запрос? Запрос. Ну, собственно, запросы вот здесь и будут. То есть, запрос, который нам позволяет описать то выражение, которое нам и нужно. Применительно к Ruby. На Ruby можно вполне делать обработчики для GraphQL. И есть соответствующие библиотеки, ссылки на которые здесь приводятся. То есть, обработчик выглядит следующим образом. Что если у нас есть обращение к такому-то ресурсу, то мы можем дальше разобрать, какие поля у нас запрашиваются и выдать соответствующий ответ. Ну, схема данных для данного типа. По большому счету, надо сказать, что сложно сказать сейчас, что будет использоваться в ближайшие 10 лет. То есть, те технологии построения веб-сервисов, которые я сейчас показал, это технологии, которые меняли за последние 20 лет. То есть, появление сначала RPC, появление корбы, замена на веб-сервисы, теперь постепенное отмирание веб-сервисов, которые преимущественно используются лишь крупными организациями, типа различных банков, ну и тех внедрений, которые были сделаны в веточные годы. Всплеск за последние 10 лет REST и всего, что с этим связано. И теперь мы видим, опять же, снижение интереса к REST и всплеск к протоколу GraphQL. То есть, что будет даже в ближайшие 5 лет, чтобы сказать, сложно. То есть, конечно же, на протоколы взаимодействия надо обращать внимание, надо следить за тем, что предлагается. Ну, по большому счету, можно использовать то, что удобно, и до сих пор можно использовать SOA и SOA как архитектуру, просто потому, что она гораздо лучше проработана, чем REST. Но, с другой стороны, надо смотреть, куда двигаются компании и быть выузленным. Зачем нужны эти веб-сервисы? Дело все в том, что с идеями Web 2.0 появилась идея, что вообще-то любые сервисы могут быть опубликованы. То есть, те идеи, которые заложены в SOA, возможность любому сервис-провайдеру опубликовать о том, что он умеет делать, а любому сервис-реквестеру, то есть потребителю данных, найти эти данные, они, даже не данные, а найти эту услугу, потому что мы говорим об услуге, то есть на полученный запрос получить ответ. В качестве сервис-провайдера может быть, строго говоря, тоже что угодно. То есть, это может быть сервис вычислительный, это может быть сервис, предоставляющий какие-то информационные услуги, например, там, курс доллара, торги какими-то акциями, это может быть любая информация о расписании поездов, текущее состояние транспорта и так далее. Абсолютно что угодно. Идея этого заключается в том, что у вас, как у пользователя каких-то услуг, есть возможность подключить эти услуги и не задумываться о том, что это такое. То есть в рамках Web 2.0 и была как раз идея в том, что у нас появляется архитектура и система, среда, в рамках которой мы можем получить любую услугу из интернета. Чаще всего для Web API используется REST протокол, то есть SOA, кого практически сейчас не используется, и мало кто захочет, его сейчас используйте за громоздкостью SOA. Но в то же время это возможно. Это возможно в том числе при помощи посредников типа ESB, которые возьмут на себя функцию автоматической трансляции. Дальше, помимо всего прочего, когда мы говорим о Web API, эти сервисы надо подключить со стороны браузера. То есть идея заключается в том, что когда вы открыли страницу, на страницу можно получить информацию и результаты информационных услуг со стороны сервисов, которые находятся где-то в интернете. Не только с вашего сайта, не только с вашего Web приложения, а вообще. Ну, классический пример, информер о погоде. То есть зачем вам тащить погоду на свое Web приложение, если вы хотите сделать какой-то интересный сайт, на котором, кстати, было бы отобразить погоду, вы можете воспользоваться информером погоды. Ну, или каким-то сервисом поиска, или чем угодно еще. Опять же, в качестве примера, что используют веб-разработчики, это сервисы по размещению рекламы. То есть рекламу, как правило, сами сейчас не пишут, и если мы используем то же самое Яндекс, то Яндекс начинает нам показывать контекстную рекламу, и на всех сайтах, которые используют службу соответствующей контекстной рекламы, они будут нам отображать, допустим, Mail.ru. Откроем это в защищенном режиме. Для Mail.ru мы можем видеть гораздо больше контекстной рекламы и больше сервисов. Ну, например, вот в правилах сезонные товары, реклама каких-то кирпиц, или вот какие-то там мы идем кашли. К слову сказать, вот эта часть, она может быть традиционной или подобрана по тому, чем интересовался пользователь, либо если информации нет, а я сейчас нет, потому что я подключился в защищенном режиме, выдается наиболее вероятно. Ну, видим, что пользователи, во-первых, очень много пользователей интернет интересуются играми, молодежная аудитория, прежде всего, и сезонный фактор, мы видим, не планы кирпиц, потому что сейчас весна, хотя, глядя за окном, мы видим, опять же, несколько несоответствующих погод. Тем не менее, тем не менее, это один из традиционных примеров веб-сервисов, которые мы можем подключить в свое собственное приложение и обеспечить подключение внешних услуг. Кроме того, кроме веб-апи, есть отдельный класс приложений, это коллаж, ну или маршапс. Что это такое? Опять же, примерно лет 10 назад веб-разработчики щупали технологию компоновки по требованию, то есть возможность, как мы видим сейчас по этому сайту, мы не можем перекомпоновать его, не можем переставить определенные разделы. были попытки, в том числе и новостных сайтов типа BBC, сделать настраиваемые интерфейсы, то есть возможно сделать так, чтобы определенные блоки новостей, к сожалению, я их не вижу, мы видим совершенно безобразные новости веб-разработчик, не можем сайтов-три, нет, к сожалению, сейчас текущая реализация не уже не позволяет перетаскивать, то есть идея заключалась в том, что можно было перекомпоновать определенные блоки и предоставлять возможных пользователей веб-страницу именно так, как он хочет, ну и как, например, хочу новости вправо, рекламу хочу снизу, чтобы ее не видеть, а формула ввода логин и пароля хочу видеть сверху. То есть эта идея была веб-коллажа, возможность скомпоновать на одной странице каким-то образом внешние средства, причем не только свои, а в том числе и чужие. Были соответствующие службы, но сейчас они закрыты, потому что сейчас тренд пошел в направлении объединения, то есть любая социальная сеть пытается завязать все на себя. То есть если 10 лет назад была попытка сначала предоставить ресурсами, пользуйтесь кто хотите, в своих блогах, в своих форумах и прочих, то сейчас процесс пошел такой, что информация внутри любой соцсети должна быть полностью закрыта и доступна только пользователям этой соцсети. На самом деле ни к чему хорошему это не приводит, не приводит к тому, что информация сейчас разбита на разные средни. Обычно в соцсети не пускаются поисковые машины и само предположение, что все пользователи пользуются соцсетью, оно неверно в принципе. Потому что любой соцсетью, даже фейсбуку пользуются далеко не все и даже не половину населения. То есть что такое вот эти гибриды? Ну, сейчас я уже показать не могу. Из тех служб, которые есть, но это вот возможность разве что скомпоновать различные сервисы. И вот то, что я здесь сейчас показываю, это проекты, которые были доступны в открытых исходных кодах, их можно использовать, но вот видим, что 6 лет уже не развивается. То есть идея была сделать такой ресурс, на котором мы можем скомпоновать подписку на определенные сервисы. Крайне рекомендую ознакомиться с статьей о открытых системах, которая уже была рекомендована 10 лет назад и где как раз и приводилось, например, что такое эти самые коллажи. То есть, ну, на данный момент пока коллажи стали неактуальными, то есть инструменты для их создания есть, они могут быть востребованы, есть некоторые коммерческие продукты, они могут быть интересны в конкретных случаях. Ну, та самая возможность, как сейчас говорят, кастомизации и ориентирования на конкретных пользователей настроить внешний вид таким образом, как это нужно. Но это явление перестало быть массовым. Один из интересных проектов здесь, я отмечу, проект Хагин. Значит, чем он интересен? Для нас он интересен, во-первых, тем, что он написан на Ruby on Rails. То есть видим, где-то Хагин доступны нам исходники, доступны саму приложение, и эти приложения, в принципе, достаточно активно интересуются. Ну, в принципе, видим достаточно свежие ресурсы. То есть, что это такое? Ну, это ворен, который собирает информацию. То есть идея заключается в том, что при помощи Хагин можно сделать платформу с агентами, назначить агентов на сбор определенной информации. Или агентов, что-либо делающих. То есть эта платформа предоставляет возможность в таком визуальном виде описать агентов, описать цепочки взаимодействия агентов. Агенты, например, собирающие Twitter в Twitter, агенты, которые мониторят определенных пользователей, собирают погоду и прочее. Наносят в том числе это на карту. И таким образом вы можете получить информацию, которая необходима в вашем конкретном приложении за счет сбора информации этими агентами. То есть в какой-то степени это тоже архитектура веб-сервисов. Но, в первую очередь, просто потому, что сделана эта платформа на Ruby, на Ruby on Rails. Но в то же время, если мы говорим об используемых API. То есть практически любая крупная компания сейчас предоставляет свои API. и предоставляет средства для того, чтобы использовали сторонние программисты эти API. Ну, опять же, тот же самый Google, огромное количество API. Это как поисковые API, API для доступа к данным, это различные API для рекламы, для размещения, авторизации видим здесь, вау, и прочее. То же самое относится, в общем-то, к абсолютно любому другому провайдеру. Ну, то есть, фейтбук, гугл, яха, полуживая. Ну, это практически любой поставщик веб-услуг. То есть, к чему это приводит? Это приводит к тому, что если вам нужно воспользоваться каким-либо сервисом, например, вы хотите добавить распознавание речи в своё приложение, вам не нужно писать самим распознавание речи. Вам достаточно воспользоваться веб API и разместить его у себя. Вы можете использовать распределённые СУБД, ну, для Яндекса вижу, что появилась возможность использовать Кликхаус, например. Для Google есть такая же REST-ориентированная СУБД Firebase. То же самое касается доступа к данным внутри фейсбука. Так, нет, к сожалению, он всего хвостарелый, но это вы можете найти и без моего участия. И в том числе большое количество сервисов, к примеру, от IBM и прочих. в том числе и сервисов интеллектуальной обработки информации. Один из примеров этого самого веб API – это была старая страничка Яндекса. Её было очень удобно выносить на слайд, и именно поэтому я вынес старую страничку. То есть, что здесь можно видеть? Ну, в общем-то, здесь вынесены все сервисы, которые предоставляются Яндексом, причём могут быть как платные, так и бесплатные сервисы. Из них возможности, ну, опять же, видим, что первое, самое востребованное – это Яндекс-карты, реклама, по сути, основной сервис, на котором зарабатывают деньги компании типа Яндекс, типа Мэйл, типа Гугл. То есть идея заключается в том, что с одной стороны пользователи выдают поисковые запросы, с другой стороны можно таргетировать рекламу, то есть выдавать ту рекламу, которая на них ориентирована. Соответственно, если веб-приложение подключает соответствующие службы Яндекс или Гугла, то в этом случае можно продавать свою рекламу или получать деньги за счёт рекламы. К слову сказать, большое количество нынешних рекламных сайтов, то есть сайтов, на которых минимум информации, но много различных видов кусочков информации, они живут за счёт того, что показывают большое количество рекламы и за это получают деньги, то есть заработать за счёт показа рекламы какой-либо из рекламных сетей. Кроме того, сервисы типа Яндекс.Диска, почты и прочее – это достаточно типовой сейчас набор тех услуг, которые предоставляются. Как можно интегрировать карты? Ну вот, пример я приведу с Google-картами и, в общем-то, традиционный пример интеграции. У нас два основных сервиса есть. Если вы хотите интегрировать карту в приложение, веб-приложение, ориентированное на страны СНГ, то лучше использовать Яндекс. Если вы хотите использовать какие-либо карты, ориентированные на рынок и внешний, то лучше использовать Google. Google внутри России достаточно скверно обновляется, даже в Московской области обновляется с опозданием. А у Яндекс, соответственно, далеко не всё знает о том, что находится, допустим, в Кремниевой долине. По вот этим примерам. Ну, естественно, мы можем открыть и готовые примеры. Я думаю, что все вы видели в том, как в своё приложение, например, вставляется чужая карта. То есть сейчас нет смысла делать картографический сервис, то есть идея заключается в том, что вы можете вставить карту, на которую можете что-нибудь разместить, и причём эта карта может быть интерактивной. Ну, в том числе карта, на которой размещается информация там о продуктах, продажах и прочем. Ну, какой-нибудь, допустим, откроем этот ивент. Даже более сложный пример. Мы открыли карты. Интересно, почему она мне показывает Австралию. Не столь это важно. Так. Не вижу действий. Так. Ну, вот откроем были тогда демонстрации. Более интересные режимы. Ну, рисование поверх этой карты. То есть есть фрагмент какого-то города и есть возможность нарисовать что-то. То есть нарисовать свою разметку, нарисовать какие-то картинки, повестить эти картинки, поместить метки. Но в зависимости от того, что мы хотим, например, перетаскиваемые полигоны. То есть на карте возможность указать какие-то полигоны, возможность получения информации о том, что находится в них. Или отобразить объекты. Здесь я бы хотел показать, насколько просто ставить в свою страницу подобную разметку. Все, что нужно сделать, это добавить вот такой код. То есть добавляем код, который подключает соответствующие веб-архит. Почему она веб-архит? Потому что она ориентирована на использование. Так вот сюда мне не надо было переходить. Мы открыли этот код на JavaScript, который предоставляет эту библиотечку. Библиотечка на Google. Более того, нам надо сделать собственную функцию инициализации. Кроме того, вот этот пример, который я показываю, это пример простейший. Так. Пример с добавлением определенной разметки. Даже лучше я его покажу в виде такого фрагмента. Возьмем конкретную страницу. То есть страница, полная страница, в рамках которой мы хотим отобразить, где находится наш университет. В этой странице мы добавляем скрипт. Скрипт, включающий внешнюю библиотеку и скрипт, который выводит KML. Это напоминает язык разметки, в рамках которого мы можем отобразить определенную разметку. Мы можем его сделать сам. Кроме того, это тоже язык, который выглядит вот таким образом. Основан на XML. Это язык разметки. Его можно создать в разметку формате KML в Google планеты Земля. Здесь уже созданный файл. Из локального приложения мы его активировать не сможем, но мы можем активировать, если оно подключено к внешнему ресурсу. Например, на кафедральном сайте. Приложение, которое здесь есть, это простенькое приложение. Все, что оно делает, это регистрирует обработчик к корневому ресурсу и перенаправляет на индекс HTML, который находится в директории паблика. То есть удалил и сделаю распечатку еще раз. Теперь я запущу это приложение. Используем синатра. Синатра в качестве фреймворка. Теперь обращаемся к нашему приложению. Адрес localhost 4567. Обратимся к корневой странице. Что мы видим? Мы видим фрагмент карты. Причем на этом фрагменте карты отображен наш университет и отображен значок. Этот значок, если мы на него нажмем, отображает информацию о нашем университете. Как это сделано? Оно сделано очень просто. Сделано подключение файла к IML, который находится на кафедральном сайте. И этот кафедральный сайт хранит файл к IML в следующем описании. То есть placement это метка о месте, описание и дальше, что собственно надо сделать. Ну и кроме того, естественно, привязка координатам. Привязка координатам. Вот она, координаты учебного заведения. И именно эта разметка позволила, во-первых, поставить точку на карте, а во-вторых, вывести описание. Что здесь принципиально? Используя вот такое API, можно в собственном приложении проинтегрировать сторонние сервисы, можно добавить карту, можно нанести любую разметку. Пользователи получают активную, актуальную информацию. Но если мы говорим о России, опять же, лучше использовать Ямкс. Если мы говорим о зарубежных ресурсах, то лучше использовать Google в качестве картографического сервиса. Без особых затрат вы можете делать достаточно сложные вещи. Это пример из Гугла. То есть метки разного вида. То есть по меткам привязаны какие-то доклады. Видите, интересно-интересно. Но если мы откроем код этого приложения, код этого приложения достаточно простой. Даже не приложение, а по страничке, использующее эти внешние сервисы. То есть подключаем сторонние ресурсы, инициализируем карту, размещаем KMA, KMA-разметку, да и в общем-то все. И KMA дальше уже содержит активный код, который может быть активирован тогда, когда нам нужно. И активация тех функций и NitMap, в данном случае это активация этого сервиса. То есть мы имеем HTML-страницу. Весь этот код выполняется со стороны браузера. Именно поэтому мы говорим о Web API и соответствующей технологии Web 2.0. То есть то, что здесь перечислено, оно находится снаружи. И мы получаем уже готовый сервис. Готовый сервис по отображению того, что нам требуется. Что делать, если вам нужно предоставить сервис кому-либо? То есть, если вы захотели предоставлять собственную услугу по предоставлению по доступу к данным. Ну, естественно, в этом случае вы занимаетесь разработкой Application Programming Interface. То есть Web API. Но перед тем, как разрабатывать, вы должны понимать, кому это нужно. То есть ответить на вопрос, зачем это кому-то нужно. Они должны быть удобно использовать. То есть, если программистам неудобно подключать ваш Web-сервис, например, если вы будете требовать писать на JavaScript и подключать сервисы, написанные для протокола SWAP, то, скорее всего, вас не будет использовать никто. Но если вы напишете готовую библиотечку для JavaScript, вы можете использовать абсолютно любой протокол, просто предоставив библиотечку, по которой очень легко подключать ваш сервис. Библиотеки должны быть хорошо документированы. То есть, крайне редко взлетают библиотеки, которые были плохо задокументированы. Но весь вопрос просто люди не поймут, зачем они нужны. И если им сложно это использовать, то они не будут это использовать. Конкуренция достаточно большая. Опять же, если пытаетесь что-то сделать, кто-то, скорее всего, подхватит вашу идею и просто реализует ее более удобным образом быстрее вас. Быстрее, чем вы выйдете на соответствующий рынок. И последний пункт, что API, вот эти интерфейсы, они должны быть опубликованы там, где их могут заметить. Бессмысленно их просто размещать на конфедеральном сайте, потому что их там никто не найдет. В рамках REST интерфейсов существует спецификация, которая называется Open API Specification. Идея этой спецификации создать стандарт описания REST API, который не зависит от языка программирования. И при этом удобен для понимания человека в машине. То есть, опять же, здесь идея заключается в том, чтобы вернуться к истокам и писать ту самую IDL, которая была использована в CORBO, COM, WSDL и прочее. Но в новом воплощении. Один из продуктов, который удовлетворяет этой спецификации, это продукт Swagger. Что такое Swagger? Во-первых, он реализует Open API. Он обеспечивает автоматическое построение спецификации на основе Java кода. Он интегрируется с Java Framework Spring. Может быть обеспечена генерация кода на основании этой спецификации. И, кроме того, документация, во-первых, делается интерактивной. И также она может быть оттранслирована впечатной. То есть, имея спецификацию, которая написана в соответствии с этой декларацией, мы можем дальше получить, ну, по сути, автоматическим образом, возможность, во-первых, интерактивной документации, через которую мы можем работать, и напечатать книги и раздать. Средством разработки, чаще всего для веба, для веб-сервисов, является Postman. Что такое Postman? Postman – это специальное расширение, в рамках которого вы можете посылать определенные запросы. Очень глубоко я останавливаться не буду. Значит, основная идея заключается в том, что вы можете подключить соответствующее приложение Postman на браузере. Вы можете сформировать, собственно, любые запросы по протоколу HTTP. Вы можете сделать коллекции запросов. Вы можете указать те параметры, которые вам нужны, параметры аутентификации, нужны, не нужны. Вы можете задать любые данные в любом формате. Postman хорош для того, чтобы быстро посмотреть, что происходит. При помощи Postman вы можете сгенерировать любые запросы на лету и посмотреть, проверить приложение. Недостаток его заключается в том, что писать надо. То есть, несмотря на то, что вы можете подготовить готовые коллекции, вам придется все равно открыть эти коллекции и нажать кнопки Send для каждого из запросов, которые вам понадобятся. Что такое Swagger? Ну, Swagger — это специальный инструмент, который позволяет, ну, например, получить вот такую документацию, воспользуясь вот таким генератом Swagger. То есть, что это такое? Это документация, построенная автоматически на основании на основании спецификации Java Spring Framework. То есть, для каждого из запросов, во-первых, вы можете здесь прочитать, что есть раздел, который называется Analytics, например. И в этом разделе Analytics вы можете создать задачу. вы видите, что задача — это с запросом Post. Причем данные для нее могут быть сформированы таким запросом. То есть, это Red-запрос. Вы можете нажать Tryout. Вы можете отредактировать, вбить абсолютно любые данные и дальше нажать кнопку Execute. После того, как вы нажмете кнопку Execute, естественно, у меня сейчас ничего не получится, потому что доступ защищенный. Он выдал сообщение об ошибке. Логин, пароль надо было ввести. Но чем это хорошо для программистов? Для программистов как со стороны тех, кто пишет сервис, так и со стороны тех, кто использует, есть сразу же документация. То есть, примеры и описание моделей построены автоматически. Не надо тратить для разработчиков время на то, чтобы это описывать. Ну, минимальные, естественно, описать декларации, и они строятся дальше автоматически. И следующий шаг. Можно сразу же видеть, что, собственно, происходит. То есть, примеры запросов, примеры ответов и возможность вбить запрос, используя стандартную традиционную модель. Недостаток по сравнению с Postman. Вы не можете сохранить эти спецификации. Плюс заключается в том, что все представлено в красивом, читаемом виде. И вы просто-напросто можете использовать это как готовую документацию. Просто не тратя силы на то, чтобы ее написать. Следующий шаг для слагера. Это инструментальная среда Editor. То есть, чем хороша спецификация, которая задана OpenAPI Specification. То есть, она хороша тем, что если вы пишете в рамках OpenAPI спецификации, у вас появляется возможность использовать вот такой ресурс, как Editor's Lager. Он есть доступен в исходных кодах. Ну и тут имеются какие-то примеры. Ну, допустим, мы сейчас откроем стандартный пример. Итак. Импорт. Выбираем. Давайте откроем в чистом браузере. Справа здесь задолженные куки. Мы откроем такой же точный слагер. Слагер Edit. Ну, вот какие-то примеры, какие-то спецификации. Спецификация может быть реализована в формате JSON или YAML. Они, в большом счету, взаимозаименяемые и транслируются одна в другую. Слева видите спецификация. Спецификация не привязана к конкретному языку программирования. И следующий шаг, который мы можем сделать, ну, справа у человека читаемая форма. Тоже красивая. Тоже, в которой вы можете что-то сделать. Нажать там Tryout. Но теперь самое интересное. Здесь есть две закладки. Generate Service и Generate Client. Если мы хотим использовать сторонние API, которые разработаны тем, все, что нам нужно сделать, нам нужно сгенерировать клиента. Допустим, мы хотим сделать подключение в нашем Ruby on Rails приложении стороннего сервиса. Так, есть у нас здесь Ruby. Так, вот он Ruby. То есть мы нажимаем. И в итоге у нас генерируется класс, класс-посредник, который позволяет использовать это API. То есть это тот самый класс. Внутреннее описание библиотеки. И более того, она сгенерирована здесь даже как GEM, то есть как библиотека, ориентирована на использование конкретно этого сервиса. Ну и если мы посмотрим дальше, то мы увидим, да, мы видим его API, то есть все запросы. И, по сути, ничто иное, как удобный интерфейс для доступа. То же самое мы можем сгенерировать для любого другого языка. Что нас может интересовать? JavaScript, Java, C++, Kotlin, PHP, Perl. В общем-то, что хотите. А с другой стороны, если мы начинаем разработку со стороны спецификации, мы, набрав спецификацию, можем легко сгенерировать заглушку для сервера. То есть и в этом случае мы можем взять сгенерировать, допустим, сенатор приложения, или Rails 5 приложение, или Go-сервер, который реализует это. Ну и также Spring Framework, Java Framework и прочее. То есть вариантов здесь достаточно много. Ну и, наконец, открылся файл Swagger Client. Так, я не уверен, что это то, что нам нужно. Да, это сложенный файл. К сожалению, это не то, что мы хотели увидеть по результату работы этого файла, этого приложения. Swagger Client. Так, вероятно, я просто не там открыл. Надо было просто-напросто открыть файл вот этот. Да. То есть нет теста проверяющих. Класс и методы, которые мы можем использовать теперь для того, чтобы обращаться к этому сервису. Что мы видим внутри? Мы видим просто-напросто обращение к сетевым ресурсам. Таким образом, в общем-то ничего нового в этой архитектуре нет по сравнению с тем, что было предложено в RPC, в веб-сервисах и прочих. Крайне полезным средством является генератор документации типа Slate. Slate – это один из ресурсов, который доступен на Ruby. Это достаточно простенькая программа. Сейчас я пытаюсь открыть пример. Пример выглядит следующим образом. Достаточно узнаваемый интерфейс. Идея заключается в следующем. Очень часто нам нужно иметь описание в удобном виде для восприятия. То есть из Swagger, конечно, хорошо. Swagger позволяет видеть обращение к конкретным ресурсам, но проблема в том, что в Swagger невозможно описать примеры на конкретных языках программирования. В Swagger мы пишем только внешние сервисы и внешние ссылки. Конкретные примеры же мы можем описать в таком виде. То есть слева раздела, это раздела Slate, это просто какой-то из примеров. Центральная часть содержит общее описание, правая часть содержит примеры для разных языков программирования. То есть идея заключается в том, чтобы иметь упрощенное средство, которое позволяет просто описать на использовании высокоуровневого языка разметки что-то, что будет изображено в красивый пример. Теперь откроем этот файл, как он выглядит в Swagger. В качестве фреймвока используется промежуточный слой. Это не Hrails, это не Sina3, это отдельный довольно редко используемый фреймвок. Так, и нас что здесь интересует? Нас интересует описание. То есть все описание здесь делается в формате Markdown. Markdown.Row. Примерно в таком виде. То есть если нам надо добавить какие-то примеры, эти примеры описываются просто как вставки на соответствующих языках программирования. То есть и дальше, когда они будут включаться этим средством, они будут разнесены в соответствующий заклад. Вопрос, где разместить приложение? Ну, где разместить приложение? Есть так называемые API Marketplace, то есть магазины приложений и среди самых известных это, пожалуй, Market Machine и Rapid API. Что это такое? Это возможность выбрать по тому разделу, который вас интересует, то есть Explorer API, готовые веб-сервисы, которые можно использовать. В такой же точной схеме можно опубликовать свои собственные веб-сервисы. Так, ну каталог достаточно большой. Вот он, каталог по разделам. Большинство сервисов это социальные. Ну, допустим, посмотрим какие-нибудь сервисы, анализы данных. Ну и видим. Здесь предоставляется платный доступ. Ну, например, актуальные сервисы для фильтрации порнографии. Если вы делаете какой-то сервис для размещения фотографий, этот сервис может быть очень и очень востребован. анализ тональности высказываний, какие-то анализы телефонов и прочее. То есть количество этих сервисов достаточно большое. И более того, вы можете просто предложить свой готовый сервис, который позволит подключить какую-то новую функциональность сторонних приложений, а вам, соответственно, зарабатывать деньги на том, что вы предоставляете услугу данного вида. Ну, второй сервис я показывать не буду. Примерно, второй магазин приложений, магазин сервисов, примерно такой же. Новая тенденция, которая появилась примерно в прошлом, позапрошлом году, это дистрибьют это API Marketplaces. То есть, если мы говорим о этих магазинах приложений, то, прежде всего, это централизованные магазины приложений. То есть, если же мы говорим о новом веянии, новое веяние заключается в том, чтобы использовать криптовалюты и смарт-контракты. И вот одним из этих примеров является магазин приложений для систем с искусственным интеллектом, для сервисов искусственного интеллекта SingularityNet. В чем здесь суть этого предложения? Суть этого предложения заключается в том, что на то, чтобы обслуживать запросы и считать эти обращения, просто-напросто формируется смарт-контракт. То есть, они заявляют, что они унифицируют протоколы взаимодействия, они сами считают оплаченные и неоплаченные контракты и используют криптовалюты для выполнения этих самых оплат. Скорее всего, в ближайшее время будет всплеск определенных этих распределенных магазинов и сервисов, магазинов и сервисов для искусственного интеллекта и прочих. Но насколько далеко они будут развиваться, вопрос пока еще открыт. Ну и в завершение данной лекции я просто хотелось бы проиллюстрировать это тем, что такое Web API. По сути, архитектура Web API — это некие сервисы, которые доступны, должны быть со стороны наших веб-приложений, причем веб-приложений как со стороны браузера, так и со стороны мобильных приложений. Они должны быть удобны разработчикам, и с другой стороны они могут предоставляться как разработчиками backend-систем, так и разработчиками frontend-систем. То есть frontend-системы используют их, backend-системы предоставляют эти самые сервисы. И плюс, кроме того, мы можем использовать многочисленные сервисы, многочисленные архитектуры для построения сервисов с тем, чтобы предоставлять соответствующие услуги, публиковать, предоставлять, продавать и делать что-то полезное для людей. На этом наша лекция закончена. Спасибо за внимание.